Мы говорим о развитии агротуризма на Кубани. Сегодня наш собеседник начальник управления развития внутреннего туризма Министерства курортов туризма Олимпийского наследия Краснодарского края. Георгий Груша, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, агротуризм. Интереснейшее направление туристической деятельности. Расскажите, заинтересовала эта тема наших хозяйственников? Активны они были с самого начала или долго еще раскачивались? Вы знаете, я бы сказал, что они были активны. Конечно, не все. Но те, кто в последующем стали собственными объектами, они были активны изначально. Эту активность мы увидели, когда начали реализовывать наш проект министерства. Он называется до сих пор «Школа агротуризма». Образовательный проект непосредственно для фермеров, для начинающих предпринимателей, для тех, кто либо планирует заняться бизнесом в сфере агротуризма, либо вот-вот совсем недавно начал и хочет узнать новые тренды, направления, обучиться. То есть «Школа агротуризма» – это такая и образовательная площадка, где мы предоставляем фермерам новые знания по работе с туристом, по взаимодействию с туристическими компаниями, в части маркетинга и продвижения. То есть те знания, которые он как работник сельского хозяйства, как непосредственно фермер, мог не иметь. Но и на сегодняшний день этот проект, эта школа уже больше перерастает в такую коммуникативную площадку, я бы назвал. То есть на ней предприниматели, представители компаний обмениваются опытом, то есть учат друг друга уже, делятся какими-то своими фишками. И мы, увидев это, последнюю, крайнюю, вернее, уже «Школу агротуризма» в прошлом году, в конце прошлого года, именно проводили с акцентом именно на обмен опытом. Мы расширили немного границы и пригласили для того, чтобы поделиться опытом, уже представителей и коллег агротуризма из городов Москвы, Московской области. У нас были гости из Калуги, Костромы. И вот эти предприятия делились, собственно, с нашими фермерами, теми наработками, фишками, которые работают у них. Наши чем-то делились, что-то подсказывали коллегам. У наших тоже есть чем поделиться, да? Безусловно, конечно. Нашим многим предприятиям есть о чем рассказать и чем поделиться. Они передовые в этой части, в этом направлении. И, соответственно, благодаря такому обмену опытом, это помогает малым фермерам, да, тем, кто недавно начал только заниматься, становиться лучше, тянуться за лидерами, смотреть на коллег, видеть их достижения и, соответственно, расти, развиваться так же. Вы говорите, сейчас это больше площадка для диалога. А вот изначально кто преподавал? Изначально школа агротуризма планировалась нами как образовательная непосредственно площадка, что видно из названия. Там мы приглашали преподавателей из высших учебных заведений, мы приглашали туда практиков. То есть представители турфирм, они действовали уже с позиции, вернее, подавали свой материал для фермеров с позиции клиента, с позиции туриста, то есть что нужно туристу сегодня от объекта показа. Ну, исходя из вот такой уже смеси, как бы так, теоретиков и практиков, мы старались обучить фермеров новым направлениям в работе. И на взгляд самих фермеров, то есть мы получали обратную связь, то есть это получилось, и дальше, собственно, уже школа начала развиваться, и, как правильно заметили, превратилась больше в такую площадку для диалога. Но она так и будет ежегодно проводиться, я правильно понимаю? Да, безусловно, школа будет ежегодно проводиться. В этом году также мы планируем в июне месяце очередную школу агротуризма. А скажите, какие туристы именно пользуются и такими турами? Это люди из других регионов России или, может быть, уже там из ближнего зарубежья приезжают? Вы знаете, приезжают разные туристы, но если вернуться к сухим цифрам, статистике, то в основном потребители именно вот такого турпродукта на сегодняшний день, это как жители самого нашего края, так и жители ближайших субъектов. То есть это Ростов, Ставрополь, может быть, Воронеж. То есть в основном это туристы, которые перемещаются на личных автомобилях. Ну, собственно, вот именно эта категория. В основном это семьи с детьми. Как я уже говорил, это такое направление, которое интересно маленьким жителям и Кубани, и России. Ну, и взрослым, уставших от городской жизни, да. Это точно. То есть из-за рубежи пока у нас никого нет? Нет, почему? В этом, вернее, в прошлом уже году, в прошлом курортном сезоне у нас были гости из-за рубежа. Была сборная группа иностранных туристов, которые посещали, они пользовались туром «Винные дороги». Это один из новых туров агротуризма, который был как раз в прошлом году разработан. Он включает в себя посещение виноделин, как крупных, так и малых гаражных виноделин. То есть большая программа, обширная, семидневная, с различными дегустациями, с экскурсиями, с посещением объектов, с рассказом о истории производства вина. А история производства вина на Кубани у нас очень богатая. Мы можем вспомнить времена еще античные, времена там Боспорского царства, да. Это древние греки, которые здесь поселились первые, да, привезли, возможно, по одной из теорий виноград к нам на Кубани, здесь его возделывали. Вот об этом свидетельствует много археологических находок. В том числе, кстати, в рамках данных туров проходит и посещение археологических объектов. Это и всем известный музей Горгипия и, может быть, менее пока известный, но очень интересный объект – исследовательский центр Фонагария в Темрюкском районе. Тоже коллеги-археологи представляют обозрение туристов, шикарные коллекции археологических находок, которые, собственно, находят, выкапывают прямо непосредственно возле, собственно, здания этого исследовательского центра. И турист может увидеть, собственно, эти длинные изделия, металлические изделия, познакомиться с историей непосредственно в месте, в котором они были найдены. Шикарно. Скажите, а кто устанавливает ценовую политику? Вообще, как она выстраивается? Ну, то есть это же совершенно иное направление в туризме. Ценовая политика, как и, собственно, в других направлениях туризма, она выстраивается на основе спроса и предложений. То есть это абсолютно коммерческая история, это история бизнеса, тех туркомпаний, которые организуют эти экскурсии, эти маршруты, и тех объектов, которые принимают. Но скажу вам из практики, естественно, ценовая категория таких туров, она существенно ниже, чем ценовая категория туров, пляжных туров с размещением там 4-5 звезд и так далее. То есть это более бюджетный, экономный вариант, и он по карману практически каждому. А как вы позиционируете наши объекты вот этого вида туризма? Ну, вот если вы говорите, что к нам приезжают все-таки гости из ближайших регионов, откуда они узнают об этом? Есть у вас какая-то площадка для позиционирования? Да, безусловно. У нас есть внутрикраевая площадка. На сайте Министерства курортов и туризма создан специальный раздел про агротуризм, где содержится вся информация во всех объектах с фотографиями, с контактными данными, с теми услугами, которые оказываются на объекте. То есть можно самостоятельно созвониться, забронировать тур, если это интересно. Если интересно пользоваться туркомпанией, можно также взять контакты туркомпании и заказать тур там. Если мы говорим об общероссийском продвижении уже на федеральном уровне, мы очень активно пользуемся площадкой Ростуризма, она называется Russia Travel. Эта площадка работает не только на русском, но еще на пяти иностранных языках, в том числе английский, китайский, немецкий и ряд других. Соответственно, там размещаются также объекты, в принципе, объекты практически всех видов туризма, которые распространены у нас и пользуются популярностью на территории края, но в том числе и аграрный туризм, и маршруты, и, собственно, объекты. Поэтому туристы, заходя на эти ресурсы, они могут увидеть, выбрать, подобрать себе объект, тот, который им нравится, и либо напрямую заказать, как я уже сказал, либо воспользоваться услугами туркомпании. Оказывается ли какая-то государственная поддержка тем хозяйствованиям, которые участвуют в этом проекте? Да, безусловно, с 2015 года, то есть уже порядка пяти лет, министерством проводится конкурс. Конкурс проводится вместе и под эгидой законодательного собрания Краснодарского края. Этот конкурс так и называется «Лучший объект сельского аграрного туризма Краснодарского края». Проводится он в трех номинациях, то есть соревнуются малые объекты агротуризма, средние и большие. И, собственно, в каждой из этих номинаций определяются победители, и победителям выплачивается финансовая поддержка. Она составляет от 100 до 170 тысяч. На самом деле деньги, может быть, на первый взгляд, они большие, но учитывая специфику, собственно, агротуризма, это объекты зачастую маленькие, фермерские, для них это является существенным подспорьем для того, чтобы где-то улучшить какую-то свою инфраструктуру, где-то вложить чуть больше денег в продвижение, в рекламу, где-то сделать знаки туристской навигации на свою территорию, установить дополнительные счеты, входную группу как-то обустроить, облагородить, сделать дорожки по территории и так далее. То есть на вот такое вот обустройство, создающее комфорт для туриста, небольшой, но заметный комфорт. — Скажите, а это вот и числится как грант, или это просто денежное поощрение, как вы видели? — Это грант. — Грант. — То есть фермер, условно говоря, должен потом отчитаться, в какое именно развитие он вложил этот грант, правильно я понимаю? — Безусловно. Деньги получаются в первой половине года, и к концу года каждый получатель этого гранта, каждый фермер, либо иное лицо, которое занимается бизнесом в сфере агротуризма, предоставляет документы о том, что именно он, куда он вложил эти деньги, что на своем объекте он улучшил, как это позволило ему улучшить сервис, качество услуг на своем объекте, либо привлечь дополнительных туристов. — Еще какие-то виды поддержки существуют, или пока только так на конкурсной основе? — Мы с вами уже озвучили финансовую поддержку в виде грантов, образовательную поддержку. — Школа агротуризма. — Да, поддержку в части продвижения. Ну, безусловно, одной из таких форм поддержек, это является ежегодная наша выставка-ярмарка «Агротур». Наверное, многие знают, жители города Краснодара это точно, о том, что выставка проводится ежегодно в мае, в центре города, на площади перед законодательным собранием края. Вот на этой выставке у нас традиционно участвуют практически все объекты агротуризма. То есть они идут к потребителю, да, то есть не потребитель, турист приезжает на объект, а это один из тех моментов, когда турист может в течение одного дня, даже полудня, нескольких часов посетить несколько объектов, ознакомиться, взять какие-то материалы, посмотреть наглядно, как выглядит сам объект, какие услуги на нем оказываются, и уже выбрать непосредственно себе то, что ему нравится, запланировать дату выезда и потом приехать. Но кроме того, это в том числе и площадка для турфирм, для туроператоров, для экскурсионных организаций, которые также здесь же, на этой площадке, знакомятся с новыми объектами, которые, может быть, они раньше не знали, обмениваются контактами, договариваются о каком-то взаимодействии. Возможно, даже на каждой практически выставке у нас между туркомпаниями и объектами заключаются договора об экскурсионном обслуживании. Одновременно это и площадка для туриста, очень интересная, яркая, красочная, где можно погулять, отдохнуть в центре города Краснодара, познакомиться с агротуризмом, попробовать то, что производится на объектах. Ну и, собственно, площадка тоже для общения B2B, то есть турфирм и объектов турпоказа, объектов агротуризма. А каким министерство видит будущее агротуризма? И вот как вы считаете, насколько оно в дальнейшем конкурентно способно по отношению к другим видам туризма? Мы видим будущее агротуризма, во-первых, в росте его доли, в том турпотоке, который сегодня приезжает в край, а это порядка 17 миллионов человек уже. И это очень важно, поскольку агротуризм, в отличие от того же пляжного отдыха, он не имеет такого ярко выраженного сезона. То есть мы здесь, это плюс и для региона, и для бизнеса, мы турпоток растягиваем не только на летние месяцы, но и на, может быть, осень, на весну. Некоторые объекты работают даже зимой. И плюс это позволяет нам диверсифицировать наше предложение туристическое. То есть мы сегодня уже предлагаем туристу и пляжный отдых, и горнолыжный отдых, и культурно-познавательную программу с огромным количеством объектов турпоказа, их порядка 600 уже у нас в крае, и олимпийский туризм по объектам, олимпийское наследие, и аграрный туризм, и гастрономический. То есть мы стараемся максимально расширить наше предложение, чтобы достучаться до каждого туриста, до сердца каждого, до предпочтений каждого человека, чтобы он мог, исходя из своих интересов, выбрать то или иное направление и все равно приехать именно в Краснодарский край. Поэтому потенциал этого направления мы видим достаточно большим. И с точки зрения туриста, и с точки зрения экономики, опять же, это большое подспорье для развития наших сельских территорий. Это и создание новых рабочих мест, и их позиционирование, и, возможно, их позиционирование как место проживания. Эта тенденция может быть не так распространена сегодня в нашем крае, но если мы говорим о больших мегаполисах, как Москва, мы видим, что уже, наверное, даже не зарождается, а набирает обороты, движения, когда жители больших мегаполисов переезжают на постоянное жительство в деревню, на сельские территории. Многие, кстати говоря, некоторые из объектов агротуризма у нас в крае создали и развивают бывшие жители города Москвы, как раз те, которые переехали из большого мегаполиса в Силон, в деревню, в наши станицы, и сегодня развивают там объекты агротуризма. Поэтому это тоже очень большое подспорье для экономики наших сельских территорий. Поэтому мы видим в этом направлении серьезный потенциал, и всячески будем прикладывать все усилия для его дальнейшего развития. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу. Удачи вам. Всего доброго. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова